Приветствую вас, уважаемые подписчики, просто гости, посетители канала или блога. В этом видео я расскажу о медиа-сети Air. Я поделюсь своим опытом, я несколько месяцев назад подключился к данной медиа-сети, но перед тем, как я подключался, я очень много информации искал в интернете, пытался понять, стоит ли подключаться или нет. Это было достаточно сложно. И чтобы вам было легче, я постараюсь ответить, возможно, на ваши вопросы по поводу, стоит ли подключаться или нет. Я расскажу свой опыт. Сразу следует сказать, что, как вы уже поняли, здесь не будет сказано ни о компьютерах, по сути, ни о программах, ну то есть не совсем по тематике моего канала, но я решил сделать это видео, потому что мне уже некоторые люди задавали данные вопросы по поводу вот этих медиа-сетей. И на тот момент я не мог им ничего ответить, потому что я вот несколько месяцев, скажем так, тестировал данную медиа-сеть. Я не хотел ничего говорить, пока сам на себе не проверю. Вот сейчас я уже четвертый месяц, и мне есть уже что об этом, что сказать о данной медиа-сети. Я могу говорить только о ней, потому что воспользовался услугами сети Air. Если вы интересуетесь тем, что дает данная медиа-сеть, я думаю, в этом видео вы получите ответы на эти вопросы. Значит, как я искал информацию? По сути, я также в интернете искал, читал отзывы, также видео-отзывы смотрел. Видео-отзывы, следует сказать, были достаточно разными. Все люди, одни говорят, одна медиа-сеть хорошая, другие говорят другая. Также есть, допустим, если за эту же Air, есть позитивные отзывы, есть, попадались и негативные. Но, должен сказать, что негативных гораздо меньше, поэтому, собственно, я и пришел к данной медиа-сети. В чем сложность была? В том, что люди, ну, по крайней мере, из тех отзывов, что мне попадались, есть люди говорили практически одно и то же, что есть реферальная программа, с помощью которой вы можете заработать, и есть там музыкальная библиотека и так далее. Но, собственно, не это меня интересовало. Меня интересовали простые вопросы. Смогу ли я заработать на данной сети больше, чем с Google AdSense, или, по крайней мере, так же, и какая минимальная сумма, которую я могу выводить? В итоге я все-таки подключился, попробовал, и вот сейчас расскажу вам, в чем преимущество данной медиа-сети. Здесь, конечно, выбирать вам, но я, как уже сказал, буду говорить на своем опыте, исходя из своего опыта. Значит, Google AdSense достаточно качественная платформа, с ней также можно работать. Она вам подойдет, если вы новичок, если у вас еще мало подписчиков, если мало просмотров, только начинаете вести канал, вы можете подключаться к AdSense. Там у них минимальные, собственно, требования к каналу, сразу практически подключиться к Google AdSense. И там какие-то копейки за рекламу на ваших видео будут вам идти. Но минус у них в том, что минимальный порог выплаты 100 долларов. То есть, пока вы не насобираете 100 долларов, вы их не сможете вывести. Вот это и есть главная проблема, на мой взгляд, начинающих каналов, потому что не все каналы могут за месяц набрать 100 тысяч подписчиков и так далее. В моем случае могу сказать, что, чтобы заработать эти 100 долларов, у меня прошло, в самом начале прошло не один год, даже так. У некоторых людей, может, это будет несколько месяцев, ну, по-разному бывает. А все мы люди, все мы хотим что-то заработать, потому что мы тратим достаточно много времени на создание видео, но, собственно, вложим свой труд. И, конечно, все мы хотим что-то с этого получить. Поэтому, вот, достаточно сложно начинающим будет пользоваться вот именно AdSense, потому что вот этот порог 100 долларов. По крайней мере, пока, на данный момент, 14 января 2017 года, возможно, дальше что-то изменится, но сегодня и до этого момента было так. Медиа-сеть AIR предоставляет возможность вывода средств от полудоллара, то есть 50 центов. Я дальше покажу вам это описание, но сейчас я своими словами просто расскажу. Там идет единственный нюанс. Вы можете выводить от полудоллара на WebMoney. Другие методы оплаты, там идут другие пороги. Но здесь вот, если вы пользуетесь WebMoney, вы сможете вывести свои деньги уже начиная, скажем так, грубо от доллара или от 60 центов. Ну, 60 центов выводить, естественно, никто не будет. Но если вы уже зарабатываете хотя бы несколько долларов в месяц, вы их сможете каждый месяц выводить. Мелочь, но приятно. И для меня это был, в принципе, достаточно весомый повод перейти на AIR. Второе, по поводу того, сколько вы заработаете. Значит, мне попадались видео, где пользователи данной медиасети говорили, что в 5 раз больше заработали. Я не буду ничего утверждать, но, по-моему, это не совсем так. Либо же, может, человек каким-то, ну, не знаю, каким образом у него так получилось в 5 раз больше заработать. Нет, у меня так не вышло. Я скажу так, у меня возрос заработок на приблизительно 15-20%. Сумма колеблется, поэтому сложно сказать конкретную сумму и нет смысла ее говорить, потому что каждый канал у него свои заработки. Если у вас там миллионы просмотров, то у вас там будут сотни долларов. В общем, сложно здесь говорить о каких-то конкретных цифрах. Здесь я могу сказать, что вот за эти 4 месяца я заметил прирост прибыли на примерно 20%. От того, что у меня было с AdSense. Пока я был в AdSense, у меня была приблизительная сумма. И вот на данный момент за вот эти 3 месяца, что я получил, у меня возрос заработок на 20%. Теперь сразу скажу один нюанс, который, возможно, вы уже где-то читали и слышали в каком-нибудь отзыве. Я тоже должен о нем вам сказать. Значит, когда вы работаете с AdSense, сам AdSense или Google, скажем так, забирает от вашего заработка на ваших видео. Или 20%, или 30%, я, честно говоря, сейчас уже не помню. Можете посмотреть в интернете. То есть, из 100% заработанных, скажем так, на рекламе денег, 20% забирает Google. И 80% получаете вы. Это если вы работаете с AdSense. Когда же вы работаете с медиасетью, получается разделение таким образом. Вот эти 80%, которые от Google вам остаются, они также и остаются. Только теперь вы с этих 80% еще 30% отдаете медиасети. А 70% остаются вам. Вы можете сказать, как и я, собственно, в тот момент подумал, что какая же тут логика, какой же в этом смысл еще отдавать со своих денег 30%, когда их и так не хватает, скажем так. Но здесь идет другой нюанс. Здесь получается таким образом, когда вы работаете с медиасетью, у нее реклама дороже, у нее виды рекламы другие. То есть, не только те, которые есть в AdSense. Там добавляются другие виды рекламы. Ну, собственно, меняется структура рекламы. Плюс она дороже. И в итоге, фактически, ваш заработок становится больше, чем было с AdSense. Вот такая немножко сложная схема, скажем так. Я сначала тоже очень сильно это меня смущало. Я в тот момент также думал, как и вы. Ну, как так может быть, что если я с 80% еще 30% кому-то отдаю и получу больше. Это звучит нелогично, но тем не менее это так. Я сам был удивлен. Я рискнул. И поэтому я, собственно, решил вам об этом рассказать. Да, действительно, так оно и происходит. Из-за более дорогой рекламы, из-за какой-то работы медиасети, в итоге, по факту, вы получаете больше, чем зарабатывали с AdSense. Несмотря на то, что 30% отдаете медиасети. Да, это так. Я это могу подтвердить на своем опыте. За вот этот срок, сколько я работаю с данной медиасетью, так действительно и произошло. То есть, в итоге, получается, что мои надежды оправдались и я не жалею о том, что подключился к данной медиасети. Я, фактически, получается, стал зарабатывать больше, а также смогу выводить, если у меня даже низкий заработок на канале, то все равно этих денег хватает для того, чтобы я мог их вывести на вебмане, ну а дальше уже распоряжаться, как мне это нужно. Вы можете или купить что-то, или вывести их на карту и так далее. В общем, это уже вам решать. Сейчас я покажу вам, собственно, методы вывода средств. Вот то, о чем я говорил. Вот в вебмане, видите, порог для выплаты 0,5 доллара. То есть, 50 центов минимальная. И дальше, в течение трех дней, вы их получаете. То есть, вы заработали 1 доллар, вы его уже можете вывести. Если вы используете PayPal, уже 35 долларов, минимальный порог. Дальше Kiwi 35 и все остальные по 70. Вот такое распределение. Здесь есть определенные нюансы. Сейчас я о них тоже скажу. Значит, почему для новых каналов, для, скажем, маленьких каналов, которые еще не раскручены в вебмане, оптимальный вариант. Он самый простой и, по сути, самый, видите, легче всего, собственно, вывести определенное количество денег. Дальше есть уже другие методы вывода. Но их я могу сразу порекомендовать вам. Их стоит использовать, если у вас уже серьезные заработки. На канале, если вы уже достаточно высокие суммы зарабатываете, тогда уже используете другие методы. Почему? Потому что вот здесь читайте комиссия. Здесь есть определенная комиссия. Это нужно, это не для того, чтобы кого-то обмануть или что-то. Просто видно, эти методы вывода берут больший процент за их использование с медиа-сети, так как она платит за этот перевод. И поэтому там уже другие суммы должны быть у вас, чтобы вы их выводили. Нет, вы можете выводить любые суммы, но здесь обращайте внимание на вот эти комиссии. Вот за конвертацию и так далее. Вот здесь, видите. Вот, например, SWIFT. Вот, посмотрите. SWIFT перевод. Вот здесь от 0 до 500 условных единиц. Комиссия 70 долларов. Видите, 70 долларов выводить, даже 100 долларов выводить смысла нет. То есть, заплатить 70 долларов, чтобы получить 30, ну, никто так делать не будет. А вот если у вас уже 2000 условных единиц, комиссия 0 условных единиц. То есть, чем больше вы зарабатываете, тем выгоднее вы уже можете выводить на, в принципе, на любые методы оплаты. То есть, ну, здесь вот такие вот нюансы. Просто обращайте на это внимание. Новый обмани, вот можете посмотреть. Нет комиссии, оплата в течение 1-3 рабочих дней после подтверждения отчета выплата. И опять же, от 0,5 условных единиц в личном кабинете. Теперь давайте я расскажу, как происходят выплаты. Прошел месяц работы. Вы уже работаете месяц, допустим, в Сейр. У вас есть личный кабинет, где вы заходите, смотрите выплаты к вам на e-mail. При регистрации рекомендую действующий e-mail указывать, чтобы вы всегда получали письма, отчеты и так далее. Значит, на e-mail приходит письмо об отчете, но хочу сказать, не всегда, почему-то не всегда корректно приходят эти письма. Поэтому с 10 по 20 число месяца рекомендую вам периодически заходить в свой личный кабинет, чтобы проверить, не пришел ли отчет. Если пришел отчет, вы его читаете, сравниваете реквизиты. Допустим, вы, когда получаете личный кабинет, вам нужно указать реквизиты. Вы указываете свой кошелек в WebMoney и сохраняете. Он у вас есть. Потом, когда с 10 по 20 число вам приходит отчет, в отчете указан метод вывода. Допустим, ваш вот этот кошелек в WebMoney. Рекомендую вам его сравнить со своим кошельком, чтобы не было никакой ошибки, чтобы не ушли средства на другой, на чужой чей-то кошелек. Вы его сверили. Если все данные правильные, нажимаете подтвердить. Вы подтверждаете отчет. И в течение трех рабочих дней вам деньги перечисляются на WebMoney. Вот такая простая схема. Если вы решите подключиться к данной медиа-сети, сейчас я расскажу, как это сделать и какие условия подключения. Для того, чтобы подключить свой канал к медиа-сети, вам нужно иметь, вот посмотрите, условия больше 50 подписчиков и больше 1000 просмотров всех видео в сумме. То есть, вверху у вас на канале есть такая строка, количество просмотров. Вот если у вас больше 1000 просмотров и больше 50 подписчиков, вы уже можете подключить свой канал. Также должен быть авторский контент. Все ролики принадлежат тебе. Вот здесь, видите. Это говорит о том, что вы должны создавать свое видео сами. То есть, не где-то скачивать его и вылаживать в себя, потому что это все быстро вычисляется. И, собственно, на этом вы ничего не заработаете. Это только потратите зря время. Если у вас авторский ваш контент, который вы создаете в свои видео, то здесь все тогда отлично. И вы сможете подключиться к данной медиа-сети. И здесь вот условия вы можете почитать. Ссылка на данную медиа-сеть будет в описании этого видео. Здесь вы подаете заявку на подключение. Нажимаете кнопку «Стать партнером». Вверху странички дальше вы будете указывать свой канал. После чего сразу скажу вам, возможно, некоторых это может испугать. Там будут просить разрешение подключения Air к каналу. То есть, для того, чтобы Air получила какие-то определенные данные вашего канала, вам нужно будет разрешить. Разрешаете этого. И потом в течение одного-двух рабочих дней ждете ответа на ваш электронный адрес. После чего, если все устраивает компанию, вам приходит опять же письмо. И на YouTube-канале будет объявление такое, что, мол, Air может вас подключить. Вы нажимаете и начинаете процесс подключения. Ну, собственно, на e-mail все инструкции будут приходить. По сути, вам нужно будет нажать кнопку «Стать партнером». И после чего подаете указать свой канал и ждать ответа. После одного-двух рабочих дней придет ответ, подходит ваш канал или нет, подключат вас или нет. Ну, а дальше, как я уже сказал, укажете в личном кабинете. Когда вы подключитесь, будет личная ссылка. Придет вам на личный кабинет. Подключите реквизиты, на которые хотите выводить деньги. И, собственно, можете уже работать с данной медиа-сетью. Теперь еще кое-что расскажу о преимуществах. Вот здесь они описаны. Ценомузыкальная библиотека уже, насколько я знаю, начала свою работу. Дальше новый, продвинутый. Вот здесь личный кабинет. Проекты с брендами, но это новые виды рекламы. Эйр-академия. То есть, у данной медиа-сети есть еще Эйр-академия, где учат, как работать с каналами. Обучение видеоблогингу. Вот вы видите. То есть, есть всевозможные видео, где вам рассказывают, как правильно работает с аудиторией, как правильно создавать каналы, оформление и так далее. Ну, в общем, всевозможные виды обучения. Каждую неделю приходят новости о данной медиа-сети со всевозможными новшествами того же Ютуба. То есть, что-то в Ютубе изменилось. Сразу это бывает не замечаешь. А Эйр вам обычно об этом постоянно напоминает и рассказывает в коротких видео-уроках и так далее. Также здесь есть всевозможные дизайн-каналы, вплоть до того, что вам могут бесплатно сделать дизайн-каналы. Но сразу вас должен предупредить, что это уже идет тогда, когда у вас идет более 20 тысяч подписчиков. Ну, хотя, в принципе, данная медиа-сеть достаточно лояльно относится к своим партнерам. В принципе, если вы напишите им какую-то просьбу и у вас меньше подписчиков, то я думаю, они смогут и вам помочь. Также в личном кабинете есть возможность написать сообщение администраторам. Ну, то есть, с вами постоянно работает служба поддержки. Вы можете написать им, они вам ответят, собственно, при любых вопросах. Также есть очень, на мой взгляд, важный нюанс. Данная медиа-сеть защищает ваше авторское право. То есть, если она где-то заметит ваши видео на других каналах, там, соответственно, будут какие-то действия данной медиа-сети. То есть, или же видео удалят, либо же деньги, которые будут идти с этого видео, будут идти вам. Я даже о таком слышал. Это защита вашего контента. Также бывают нюансы, когда YouTube блокирует каналы. Где-то что-то произошло, возможно, по ошибке, возможно, еще по каким-то причинам вам заблокировали канал, и вы ничего не можете с этим сделать. Вы толком даже не знаете, куда написать. Этим занимается AIR. Вы пишите в службу поддержки, что произошла какая-то беда с каналом, нужно разбираться. И данная медиа-сеть будет этим также разбираться. Потому что им выгодно, чтобы ваш канал работал, соответственно, чтобы вы и данная медиа-сеть зарабатывали. Это достаточно весомый аргумент. Пользую данную медиа-сеть. Потому что, работая с AdSense, к примеру, я, так я до конца и не понял, куда надо писать, чтобы мне ответили. Я писал на Support, но так мне никто и не ответил, честно говоря. Возможно, сейчас уже лучше работает, но на тот момент было так. В общем, вот такие преимущества у данной медиа-сети. Как я уже сказал на своем опыте, я проверил. На данный момент меня все устраивает. Мне нравится, как работает данная медиа-сеть. Ребята молодцы, они стараются, они улучшают данную медиа-сеть. У них постоянно какие-то новшества. Они развиваются и помогают развиваться вам. Поэтому, исходя из своего опыта, я могу рекомендовать данную медиа-сеть. И в завершении данного видео следует сказать, что в описании данного видео будет ссылка на данную медиа-сеть. Это моя реферальная ссылка. Если у вас появятся какие-то вопросы по работе с данной медиа-сетью, что-то будет непонятно. Если вы зарегистрировались по моей реферальной ссылке, можете прислать мне или прямо на канал личным сообщением, или же на блог, или в группу ВКонтакте. Напишите мне сообщение, название своего канала, что вы стали партнером по моей реферальной ссылке. Напишите свой вопрос. И я по возможности постараюсь вам сразу же ответить. И чем смогу, помогу. Вот такая информация. Надеюсь, она будет вам полезна. Если вы также думаете подключаться или нет, то я надеюсь, что я ответил на ваши вопросы. Но, по крайней мере, как я уже сказал, я не разочаровался в данной медиа-сети. Меня все устраивает. И пока я доволен, что я все-таки перешел на данную медиа-сеть. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. До встречи в следующих видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до встречи в следующих видео. Счастливо! До встречи в следующих видео.